МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Айсмикс. Все самое интересное, что произошло в мире хоккея за минувшую неделю, но не всегда попадало в кадр. В этом выпуске мы вспомним рекорды плей-офф КХЛ, узнаем, как готовятся болельщики и семьи хоккеистов к играм на вылет, и поговорим о приметах и суевериях фанатов. Мы начинаем! Пока вся лига замирала в ожидании тысячного очка Сергея Мазякина, успели состояться другие, не менее яркие рекорды. Уже на старте плей-офф рухнули достижения в номинациях. Самый быстрый гол Кубка Гагарина, самый молодой гол и некоторые другие. Давайте поближе познакомимся с новыми рекордами, а заодно вспомним и предыдущих обладателей. Номинация «Наш пострел везде поспел». Самой богатой на рекорды получилась первая встреча «Трактора» и «Бориса». Уже на 11 секунде нападающий казахстанской командой Константин Пушкарев забросил шайбу, которая обновила рекорд плей-офф лиги, название самого быстрого взятия ворот. До этого момента в исторических хрониках Кубка Гагарина значилась фамилия Даница Зарифова и 14 секунд в розыгрыше плей-офф образца 2009 года. Что касается рекорда с учетом матча и регулярки, то здесь вне конкуренции Александр Радулов и его феноменальные 6 секунд в игре «Салават Юлаев Юграмп». В матче «Трактор Борис» обновился и еще один рекорд. Челябинец Виталий Кравцов забросил шайбу и стал самым молодым снайпером в истории Кубков Гагарина. Хоккеисту на этот момент исполнилось 17 лет и 61 день. Любопытный факт. С первого места он подвинул еще одного воспитанника «Трактора» Евгения Кузнецова, улучшив показатель сразу на 238 дней. Кстати, на третьем месте Валерий Нечушкин, тоже экстракторист. В Челябинске выпуск юных рекордсменов буквально поставлен на поток. Номинация «Лучше поздно, чем никогда». Во второй игре серии «Акбар с Салават» все уже смирились с ожиданием овертайма. Ну, кроме «Ате Охтама», чье подставление за 0,02 секунды решило исход матча в пользу казанской команды. Видеопросмотр подтвердил правильность защитной шайбы и почетное место в нашем хит-параде. Матч между «Металлургом» и «Кунь Лунь Ред Стар» обязательно войдет в историю. Во втором периоде защитник гостей Зак Юэнь огорчил Василия Кошечкина. Эта шайба не стала победной, да и ничего удивительного в ней не было, если бы не одно «но». Это первый гол в истории плей-офф КХЛ, заброшенный игроком из Китая. Старт Кубка Гагарина – лучший подарок 23 февраля для всех фанатов мужского пола. Мы с удовольствием поздравляем всех с этим событием. А еще покажем, как настраивают и настраиваются на матчи плей-офф болельщики, семьи и друзья хоккеистов. Мотивация. Вот главный двигатель игроков в плей-офф. Заряженность на борьбу и бойцовский характер так же важны, как и мастерство. Подготовка требуется не только хоккеистам, но и болельщикам. Фанатский сектор трактора, который славится своей шумной поддержкой, готов к борьбе за Кубок Гагарина. Вместе с командой и тренерским штабом готовились и болельщики «Авангарда». Брат, когда ты выходишь на лед, я всем сердцем рвусь с трибуны, потому что верю, что это поможет тебе победить. «Сынок, когда ты выходишь на лед, я чувствую стук твоего сердца, потому что в этот момент становлюсь твоей броней». «Когда вы выходите на лед, знайте, мы всегда рядом, и в этот момент мы тоже команда». Праздник пришел и в подмосковный Подольск. Болельщики чествовали своих любимцев как героев и готовились к первому в истории плей-офф КХЛ для Витязя. Динамовцы Москвы уже дважды были обладателями главного трофея КХЛ. Но к победам привыкнуть невозможно, и каждый поход за Кубком словно в первый раз. «Когда ты в игре, бейти назад или нет?» «За тобой команда, тренер и фанаты». «Ради этого они приходят, но не для поражения, а для побед». «Плавов легко не бывает». «Иногда, я думаю, отдавать надо силы тех, которых даже нет». У многих хоккеистов есть свои суеверия, но не меньше их и у болельщиков. В рамк необходимых для победы вещей возводят, например, животных. Вспомните динамовскую кошку Машку или челябинского воробья. Про отращивание бород и о счастливой атрибутике знают практически все. Некоторые считают это глупостью. Но суеверий меньше не становится, спрашивает Мария Роговская. Говорят, болельщики. Расскажите про свои хоккейные приметы и суеверия. Я не бреюсь в плей-офф. Вот видите, уже отращиваю. Купила в фан-зоне рюкзак красивый с надписью «Россия». Но стоит мне его одеть, и наши в минусе. Но вот сегодня, как видите, я с другим рюкзаком не рискнула. Ну, я сегодня специально ногти красным лаком намазала, потому что наши в красном играют. Специально свитер всегда ношу, этот свитер только на матче. Шапка, шарфик, все обязательно. Я всегда хожу на хоккей в своей кепке. Мне кажется, она счастливая. Всегда, когда я в этой кепке, наш любимый клуб ЦСКА выигрывает. В прошлом году на финал Кубка Гагарина вы в ней ходили? Ну, зачем вы этот вопрос задаете? Ну, был, конечно, в ней. Но, к сожалению, в последнее вею это не сработало. Но она, мне кажется, сильно помогала нашей команде. Я вот эту шапочку всегда ношу. Когда я ее одеваю, ЦСКА побеждает. Если я надеваю каблуки, значит, ЦСКА выиграет. И это будет я на каблуках, разумеется. Когда у меня сын, он занимается хоккеем, вот. Если сын встает и говорит, что у меня сегодня игры не будет, что вообще день плохой, то это означает одно – мы победим. Если я не нарисую себя аквагримом коня, красно-синего на щеке, когда оказывает практика, команда проигрывает. В день матча мы обязательно встаем с левой ноги и едим только рыбу. Никакой конины. Вот этот джемпер я недавно сделал сам. Он один-единственный. Три игры, на которые я ходил, матч ЦСКА, все игры были выигрышные. Так что я верю в победу. Я хожу сюда на хоккей с этим персонажем. Его зовут Бабайка. Всегда, когда он ходит со мной на хоккей, ЦСКА одерживает победу. А вы верите в примету, что победитель регулярного чемпионата никогда не выигрывает в плей-офф? Я верю, что эту примету можно легко сломать. Еще несколько лет назад символ решетки воспринимался как номер. Но в крайнем случае, в среде музыкантов, как диез. Но с недавних пор за ним закрепилось наименование хэштег. Интернет пестрит различными хэштегами. Но что делать тем, кто понятия не имеет, что это значит, и как этим пользоваться? Конечно, смотрите обзор социальных сетей от Марии Титовой в перерыве между трансляциями плей-офф КХЛ. Наступила самая горячая пора в чемпионате КХЛ. 16 клубов вышли на тропу войны за главный трофей лиги. Но поднять кубок самое легкое. Тяжелее добраться до него. Охота началась. Посмотрим, какие промо-ролики будут 8 недель зрелищной борьбы вдохновлять болельщиков. Дважды обладатель Кубка Гагарина Казанский Акбарс представил плей-офф в виде знакомых с детства компьютерных игрушек. Но сколько бы ни было развлечений, любимой всегда останется одна игра – хоккей. В промо-ролике «Московского Динамо» игроки делятся эмоциями перед главной битвой сезона. И эти парни знают, о чем говорят. Им тоже хорошо знаком вкус победы. Нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы. Невероятные приключения шайбы в Омске – так можно назвать роли, которые ястребы подготовили к плей-офф. В это время все дороги ведут на ледовую арену, и важна поддержка каждого фаната. Действующий обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский Металлург в своем промо сделал ставку на традиционные кадры с самыми острыми моментами сезона. Плюс напряженная музыка получилась довольно эмоционально. Более 10 тысяч просмотров в Ютьюбе. В первом раунде «Торпеда» встречается с московским «Динамо», а промо Нижегородского клуба напоминает милицейский сериал. В прошлом году «Трактор» не смог попасть в кубковую восьмерку. В этом сезоне Челябинск снова в большой игре, и глаза игроков горят жаждой хоккея. И напоследок видео-шедевр от «СКА». Клуб сделал ролик в своем фирменном стиле. Смотрим и наслаждаемся. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Счастливо! 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 Счастливо!